А вы ждете MIUI 11? Всем привет! До выхода MIUI 11 осталось уже немного времени. Чуть-то они не успели к своей 9 годовщине данной ОС, которая пришла совсем недавно. Я сам лично уже очень жду эту операционку, потому что разработчики пообещали минимум... Ну просто минимум рекламы, что я обязательно проверю, и очень много других крутых фишек. Кстати, Xiaomi начинала с выпуска этой ОС. А ролик с самыми интересными фактами об этой компании будет у вас в подсказке. И я просто не могу не поделиться той информацией, которая у меня просто скопилась на данный момент. В этом ролике вы узнаете о самых интересных особенностях MIUI 11. Итак, поехали! Исключительно по желанию, лайк, подписка, колокольчик. Это лучшая помощь в развитии моего канала. И не забывайте про конкурс на 20 баксов. Ссылка на ролик будет в описании. Итак, в день годовщины разработчики рассказали, что уже 5 сентября будет презентация новой оболочки MIUI. А в свою очередь пользователи начнут получать свои первые обновления стабильной версии прошивки, думаю, где-то в октябре месяце. Вот такие модели получат обновления быстрее всего. Первыми получают свои обновления следующие модели. Это разные версии Xiaomi Mi 9, Mi Mix 3, Redmi K20 и CC9. CC9. Следующей волной получат обновления вот эти модели. Это разные версии Xiaomi Mi 8, Redmi Note 7, Redmi Note 5, очень популярные модели, Mi 6 и другие модели, что у вас на экране. И еще чуть позже получат вот эти модели свои долгожданные обновы. Тут у нас Pocophone F1, наконец-то. Пятые Redmi Note 6 Pro и прочие. И что очень печально, те устройства, что вы не увидели в списках, свои обновления больше не получат. Xiaomi попросту прекращает поддержку вот этих устройств. Особенно за Mi 5, Redmi Note 4, 4A обидно. Помимо изменения иконок рабочего стола, звуков, которые уже большинству пользователей приелись, мне очень понравились следующие функции, которые появятся в MIUI 11 именно. Это, конечно же, темная тема. Жаль, на мой Pocophone F1 она еще до сих пор не пришла, но походу буду я тестить уже на 11 MIUI. Не знаю, как вы, но мне так точно больше нравится. Плюс неплохая экономия батареи на AMOLED дисплеях. Хмм, в бюджетных Xiaomi таких нет. Ладно, проехали. Супер экономия батареи. Это будет полезно всем тем, у кого нет под рукой зарядного устройства, а продлить жизнь смартфона просто необходимо. Актуально для тех, у кого небольшая емкость аккумуляторов телефона. Ну а вообще, Xiaomi большие молодцы, что стараются сделать смартфоны с 4000 мА батарейками. Благодаря этому режиму батарейку нужно будет заряжать все реже и реже. Как и пообещали, рекламы станет гораздо меньше. Например, даже в стандартном браузере ее можно будет просто легко отключить. Я, кстати, только из-за этого думаю начать им пользоваться. Теперь есть все шансы, что попробуем. А если у вас уже эта реклама просто достала, то ролик с отключением я оставлю в подсказке. Мне очень понравилась и новая функция, связанная с проводником. Такая новиночка будет. Что при передаче картинки или видео их можно будет либо вывести прямо на свой телевизор, либо куда-то на экран. Данны-то очень круто. Но еще лучше этого, это распечатка документов. Ну, конечно, при условии, что ваш принтер поддерживает передачу данных по Wi-Fi. Вот у меня, конечно, такое имеется. Иногда даже приходится что-то распечатывать. Для этого скидываешь на комп и прочее. А теперь сразу же на принтер. В общем, крутяк. Ну и следующие фишки нас будут ждать. Это плавность интерфейса. Штатное хранилище ваших паролей. Замена неба в сделанной фотографии. Функция 3D жестов. Конечно, какая-то дичь, но ладно. Для вызова различных приложений. Перегруппировка всего меню для удобства поиска различных функций. И это далеко не все приятные нововведения, которые будут нас ждать. И если вам будет интересно, я могу сделать полный список разных крутых функций. Отпишитесь об этом в комментариях под роликом. Все объединю, все найду. Думаю, будет интересно. А пока, друзья. Всем спасибо за внимание. Не забывайте про конкурс. Уже итоги будут в субботу или воскресенье. Там решу. И до скорых встреч, друзья. Пока-пока.